А дети, которые мы сейчас готовимся, большая программа, к Новому году, столько там заложено труду в этом компьютере. Так педагоги санатория две недели назад пытались отстоять компьютерный класс. Забирать старые машины сотрудники Приватбанка пришли прямо во время урока. Детей выставили за дверь. Учителям объяснили, раз зарплату они теперь получают по карточкам другого банка, то и помогать им уже смысла не видят. Педагоги были в ужасе. Из техники в санатории осталось только два устаревших компьютера. Журналистам в Приватбанке объяснили, машины они не дарили, давали во временное пользование. И теперь возвращать ничего не собираются. Однако сразу после выхода в эфир сюжета пошли на попятную. На прошлой неделе после того, как вышел ваш репортаж, приезжал представитель Приватбанка, который в принципе был огорчен сложившейся ситуацией и пообещал вернуть нам всю эту технику назад. Но дальше разговоров дело не пошло. Старые машины так никто и не вернул. Однако компьютеры в санатории все-таки появились. Сюжет посмотрели посетители одного из харьковских форумов. В онлайне разразилась целая дискуссия. Неравнодушные сначала просто осуждали банк, а потом решили помочь своими силами. Потому что в наше время даже к сферам в супермаркете работая, необходимо иметь язык компьютерной грамотности. Поэтому для того, чтобы дети имели хоть какой-то шанс в жизни, это все равно необходимо. Пусть бушные, зато навсегда. На днях активисты привезли в санаторий пять системных блоков. А еще купили новый принтер, флешки, наушники и веб-камеру. Сергей, он был инициатором благотворительной акции, рассказывает. Компьютеры собирали буквально по крупицам. Обсуждали на форуме, у кого какая деталь есть. Кто-то давал технику, кто-то присылал деньги. Говорит, большинство участников он в глаза не видел. Максимум, что знает о них – ник в интернете. Зачастую даже люди, когда дают деньги, они нам это специально подчеркивают. Не надо афишировать даже ник на нашем форуме. У меня есть фраза, которую даже начали дирижировать в интернете. Участник, пожелавший остаться неизвестным. Теперь компьютеры в одном кабинете не помещаются. Ну, чтобы на полу не стоял, пусть лучше, наверное, на столах стоял. Чтобы было куда поставить технику, в санатории уже начали обустраивать новый компьютерный класс. Пока только розетки поставили, но обещают, скоро их детям будет где разместиться. Конечно, ещё ничего не оборудовано, потому что мы даже не ожидали, что за такой короткий срок произойдёт это всё. Но комната отремонтирована. Здесь будут расставлены абсолютно другие столы, поставлены на них компьютеры. В новый кабинет переведут старших детей, а малышня останется в старом классе. Те уже стоят в очереди, чтобы посидеть за новыми машинами. Спасибо большое! Спасибо! Лидия Калинина, Алексей Жучков и Виталий Асьмачко. Объектив неделя.